«Так говорит Господь, разве упав не встают и, обратившись с дороги, не возвращаются?» Иеремий, 8 глава, 4 стих. Услышав звонок своего смартфона, Александр, взглянув на заполненный молодежью большой зал молитвенного дома, сначала хотел сразу же отключить его, не ответив на звонок. Оставалось всего 20 минут до начала общения, а он, Александр, был назначен ответственным за его проведение. К тому же ему звонил неизвестно кто, номер был скрыт. Но затем служитель решил все-таки выяснить, кто ему звонит, и, включив связь, услышал дрожащий от волнения женский голос. «Извините, брат Александр, я только хотела узнать, вам уже передали мое письмо? Меня зовут Ирина». «Нет, никакого письма мне не передавали», – удивленно ответил он. «А что случилось? Кто вы?» В ответ сначала раздался то ли вздох, то ли стон, а затем тот же дрожащий голос печально произнес. «Вряд ли вы сможете вспомнить меня, ведь у вас столько труда. Три года назад, когда вы приезжали в нашу церковь, я попросила вас побеседовать со мной и рассказала о своей проблеме. «Хотя, если вам не передали моего письма, то значит, значит, все так и нужно. Прощайте». «Подождите», – быстро проговорил Александр, но в ответ услышал только короткие гудки отбоя. Перед началом молодежного общения он попросил всех помолиться об одной очень важной нужде, решив не рассказывать собравшимся о неожиданном звонке. Несмотря на большую загруженность этого дня, Александр постоянно возвращался мыслями к случившемуся. Вернувшись домой поздно вечером, он рассказал обо всем своей жене Гале. «Саша, скорее всего, у этой женщины случилась какая-то беда», – воскликнула Галя. «Ей немедленно нужно помочь». «Да, но как же с ней связаться?» – ответил он. «Я даже не знаю ее номера телефона. И в какой церкви я был три года назад, тоже не помню. Ведь у меня по несколько поездок ежегодно», – ответил он. «Тогда давай сейчас вместе воззовем об этой женщине Господу», – предложила Галя. У меня на сердце какая-то тяжесть появилась. В эту ночь Александр с Галей долго не могли уснуть и дважды поднимались из постели для молитвы. Около шести утра раздался телефонный звонок. Александр тут же взял смартфон и услышал незнакомый мужской голос. «Извините, что побеспокоил вас в такой ранний час. Вас зовут Александр?» «Да», – коротко ответил служитель. «Мне нужно передать вам письмо от одной девушки», – объяснил его собеседник. «От Ирины?» – взволнованно спросил Александр. «Да, мы случайно познакомились с ней на вокзале», – ответил тот. Узнав, куда я еду, она попросила меня как можно скорее передать вам ее письмо. Сказала, что это очень важно. «Собственно говоря, я должен был сделать это еще вчера утром, но по некоторым причинам не смог, поэтому...» «Простите, что перебиваю вас, но время не терпит», – решительно произнес Александр. «Пожалуйста, распечатайте это письмо и прочтите его мне сейчас же». «Не знаю, удобно ли это», – нерешительно проговорил мужчина. «Ведь оно адресовано вам». «Да, но теперь медлить нельзя. Возможно, Ирине нужна срочная помощь», – объяснил Александр. «Ну хорошо, тогда я прочитаю», – согласился тот. Послышался шелест бумаги, а затем снова зазвучал голос мужчины. «Ну вот, слушайте. Дорогой брат Александр, три года назад в нашей с вами беседе вы отнеслись ко мне с большим вниманием и теплотой. Ваш добрый совет был замечательным, но я поступила по-своему и вышла замуж за того неверующего парня. Эти годы оказались просто ужасными. В конце концов, мой муж подло обманул меня и просто выбросил на улицу. Возвратиться к своим родителям не смею. Появиться в церкви и рассказать о своем позоре нет сил. У меня нет будущего. Да мне и не хочется жить. Зачем же тогда я пишу вам? «Потому что уверена, вы единственный, кто меня не осудит». И еще я подумала, а может быть, еще есть какой-то выход? Позвоните мне побыстрее, потому что долго я не продержусь. Вот мой телефон. А если мы с вами не встретимся, то передайте, пожалуйста, моим родителям, что я их очень люблю. Если смогут, пусть простят меня. Только жаль, что я больше никогда не увижу их. И за да. Благодарю вас за все, Ирина. Теперь Александр все вспомнил. Да, три года назад их беседа действительно получилась теплой, доверительной. Ирина, которой тогда было 28 лет, призналась, что не любит того неверующего парня, который сделал ей предложение. Но она не решалась отказать ему из-за опасения остаться незамужней. Во время их беседы Ирина охотно размышляла над Словом Божьим, а в заключение, со слезами, попросила у Господа прощения, пообещав ему навсегда расстаться с этим парнем. Но вот оказывается, что она все-таки выбрала ложный путь к счастью, который привел ее к ужасной катастрофе. Александр встревоженно подумал. Нельзя медлить. Нужно сейчас же позвонить ей и попробовать договориться о встрече, если... Если это еще не поздно. Обратившись к своему собеседнику, терпеливо ожидавшему ответа, он ответил. Благодарю вас за помощь, а теперь извините, мне нужно немедленно позвонить Ирине. Понимаю. Да, печальная история. Задумчиво проговорил тот. И чего только не случается в жизни. А вы, значит, служитель в церкви? Да, коротко ответил Александр. Тогда очень прошу вас, разрешите мне позвонить вам позже, когда вы освободитесь. Дрогнувшим от волнения голосом произнес мужчина. Мне нужно поговорить с вами о серьезных проблемах в моей жизни. Конечно, если хотите, то я вам сам позвоню, когда освобожусь, предложил Александр. Буду очень благодарен вам за это, сердечно воскликнул тот. После того, как они попрощались, Александр подумал. Поистине, у Господа не бывает никаких случайностей. Внутренне взмолившись, он набрал номер Ирины и замер в ожидании. Развучал первый гудок, потом второй, третий. Последующая за ними тишина отозвалась в сердце Божьего служителя, щемящей болью. Неужели Ирины уже нет на земле? Неужели я позвонил ей слишком поздно? Кто это? Наконец услышал он после шестого гудка тихий, настороженный женский голос. Ирина, это я, брат Александр. С облегчением ответил он. Очень прошу тебя, родная, не отключайся, выслушай меня. Так значит, вы все-таки решили позвонить мне? Каким-то равнодушным, безжизненным голосом произнесла она. А я подумала, что, прочитав мое письмо, вы больше не хотите меня знать. Нет, Ирина, получилось так, что я узнал об этом только несколько минут назад. Потом расскажу об этом подробнее, ответил Александр. А сейчас я хотел бы встретиться с тобой, чтобы мы вместе решили, как быть дальше. «Нет, не знаю. Понимаете, мне ничего не хочется». Таким же безразличным голосом ответила она. Затем в телефоне раздались громкие всхлипывания. И Александр с радостью понял. Ее душа все-таки постепенно оживает, оттаивает. «Ирина, прошу тебя, не допускай мысли, что все кончено, это совершенно не так. И Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Он любит миловать и прощать. И его благодать безмерна». «Да, теперь я точно это знаю», – как-то воспрянув духом, ответила она. «Дело в том, что я за пять минут до вашего звонка приготовила все для того, чтобы уйти из жизни. Но затем решила последний раз помолиться». От волнения ее голос прервался, но через несколько секунд она продолжила. «Я тогда сказала Господу, что совершила непростительный грех, и потому мне нет смысла просить у него прощения. Но потом я добавила, «Господи, я очень виновата перед тобой. Но, может быть, ты все-таки сможешь спасти меня?» И после этого сразу же прозвучал ваш звонок. Она снова замолчала. Слышалось только ее прерывистое дыхание. «Ирина, неужели ты еще сомневаешься в том, что этим чудом Господь уже ответил тебе?» – спросил Александр и тут же продолжил. «Поверь, Он поможет тебе подняться и снова пойти за Ним. Я хотел бы встретиться с тобой, чтобы вместе помолиться об этом». «Да, теперь я верю, что Господь может простить меня. И тоже хочу встретиться с вами», – согласилась она. «Вы могли бы приехать ко мне?» «Конечно, дорога не близкая. Я сейчас живу у одной знакомой». Ирина объяснила, как до нее добраться, и Александр сказал. «Я могу выехать через час. Думаю, на машине доберусь до вашего поселка часов за восемь. Только жди меня». «Хорошо, буду ждать», – охотно ответила Ирина. «И не беспокойтесь за меня. Ничего плохого уже не случится. Ведь теперь со мной мой Господь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Хорошо, подожди. «Хорошо, посвященным делом». «Хорошо, подоих, подоих, подоих». «Ольги» Продолжение следует...